Приветствую всех в школе Джобса и на курсе разговор на английский за 26 уроков. Меня зовут Долстан. Сегодня мы с вами поговорим о глаголе, который является основой в английском языке. Глаголов говорить в английском несколько. И они различаются как в контексте, так и в смысле, но при этом являясь синонимами. Юра, скажи, ты умеешь говорить на английском? Ты говоришь на английском? Не, вопрос. Вы говорите по-английски? Do you speak English? Да, то есть всего лишь мы хотим узнать, говорит ли кто-то на английский, да, по-английски. Значит, у нас первое слово это speak. Итак, speak мы можем использовать в тех случаях, когда кто-то способен что-то говорить. Например, Аня, скажи, Олег, скажем, Олег четко произнес это, это слово. Олег произнес, spoke, да, получается? Word. Внятно, чисто к лилий. Да, отлично. Или, Юра, давай еще один пример. Этот ребенок, скажем, этот ребенок говорит, учится говорить. Этот ребенок учится говорить. Этот ребенок, the baby, в настоящий момент он учится, is learning, говорить, to speak, да, learning to speak. Отлично. Или, Дельноза, пожалуйста, скажи. Рита говорит по-японски хорошо. Рита speaks, да? Speaks Japanese? Хорошо. Very well, да? Хорошо она говорит на японском. И, конечно, как мы сказали, вы говорите по-английски? Do you speak English, да, всего лишь? Хорошо. Также у нас есть глагол tell. И чем же он отличается от speak? Все-таки здесь мы хотим передать какой-то рассказ, да, когда человек, кто-то кому-то что-то рассказывает, да. К примеру, я расскажу тебе замечательную историю, Аня. В будущем. I'll tell you, 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 I'll tell you a great story. Или она не хочет рассказывать про парня. She doesn't, she doesn't want to, не хочет, she doesn't want to tell о парне, boyfriend. Да, то есть она не хочет рассказывать, да, то есть здесь не говорить, а именно рассказывать, да, что-то, да. То есть видна, да, разница сразу же. И второе, это какой-то приказ, да. Например, скажем, доктор сказал мне, куда звонить, да, скажем. Доктор, то есть какой-то приказ, да, дал. The doctor сказал в прошлом. Tell получается? Told, да. Told me. Куда звонить? Where to call, да, куда позвонить? Хорошо. И также после, в этом случае нужно сразу указывать какого-то человека, да. Должен идти человек, которому дали приказ этот. Хорошо. И также у нас есть глагол цок. Цок. Цок довольно-таки близок к speak, да. Да, но здесь идет речь все-таки о... Хорошо, сейчас. Давайте. Все-таки speak похож на цок, да. Но здесь речь идет более о разговорном смысле, да, то есть цок. К примеру, мы можем сказать, мои дети, как бы, очень много говорят. My kids, да, мои дети очень много говорят. Talk, да. Мои дети говорят очень много. Kids говорят. Talk очень много. Too much. Угу. Хорошо. И давайте, нужно, конечно, обратить внимание на такое выражение, как, когда вам говорят, ничего не говорить. На уроке, например. Что вам говорят? Stop talking, да. Здесь у нас следует запомнить, что speak, здесь мы не можем использовать, да, speak, нет, то есть stop speaking, да, здесь это такое устойчивое выражение, да. То есть вы можете только сказать stop talking. И как можно выучить и как различать эти слова, да, вы можете спросить, да. Все-таки лучше заучивать какие-то устойчивые выражения, как stop talking или такое выражение есть, как speak to yourself, да. Вы слышали, наверное, speak for yourself. Это значит говорить за себя, да. Speak, говорить и for yourself, за себя, да. Или talk nonsense. Что это означает, как вы думаете? Да, 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 чепуха, да, nonsense, типа смысла нет, да, nonsense. Или говорить правду, как это сказать в английском? Почему talk? Tell the truth, да, tell the truth, потому что здесь идет речь о том, что нужно говорить, да. То есть это, да, довольно-таки устойчивое выражение, хорошо. И оно поможет вам сэкономить время в изучении чего-то. Давайте скажем, ты говоришь бессмыслицу. Да, ты сейчас говоришь бессмыслицу. You are? You are talking nonsense. Нонсенс, да. You are talking nonsense. Или он всегда говорит правду. Не, он всегда, он всегда говорит правду. Всегда, как будет? Always, да? He always tells правду. Да, чувств, да. Он всегда говорит правду. И если я спрошу, do you speak English, ты скажешь? I speak, да, если ты научишься, и ты скажешь, конечно же, I speak English, да. И надеюсь, что таки все вы заговорите на английском, да, speak English и расскажете своим друзьям. Tell your friends о нашем проекте, да. И на этом пока все. Наш урок подходит к концу.